Испокон веков Подрастающее поколение никогда не забываем об этом, ведь без истории нет будущего, нет определения смысла, как двигаться вперед, если мы не будем знать нашу историю, если не будем знать своих героев, своих тех людей, наших дедов, прадедов, которые отстояли нам такое государство, в котором мы сейчас живем. В статье Конституции Республики Казахстан, основного закона страны, говорится о том, что защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина. Граждане Республики Казахстан несут службу в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Мы свято чтим подвиги наших батыров, подвиги наших прадедов, дедов, которые пали в годы Великой Отечественной войны, которые погибли при выполнении своего интернационального долга в Республике Афганистан, которые выполняли защиту, охрану рубежей таджико-афганской границы в 1997 году, к примеру. Наша Родина, Республика Казахстан, как состоявшее независимое государство, у которого должна быть своя армия, свой оплот защиты, свой защитник, как и в любой семье, к примеру, так и у нашего государства. И мы, военнослужащие, вооруженные силы, национальные гвардии, в частности, всегда готовы стать на защиту нашей Родины. 4 октября 2012 года постановлением правительства, то есть парламент Республики Казахстан рассмотрел вопрос о создании праздника как Дня защитника Отечества. И это символично связано с тем, что 7 мая и 9 мая, они идут одно за одним по порядку, так как преемственность поколений, то что мы не забываем, еще раз подчеркиваю, то что мы являемся преемственниками поколений. К примеру, если взять национальную гвардию, в целом мы, у нас ежегодно в войсках национальной гвардии проводятся такие акции, начиная с апреля месяца «Мы наследники Победы». Данная акция проводится в каждой воинской части, где проводятся уроки мужества, отдаются дань памяти воинам, проводятся тематические вечера на тему Великой Отечественной войны, ну и так далее. Мы нашим военнослужащим срочным службой рассказываем, показываем и говорим об этом, что есть, были такие люди, которые защищали нашу страну, чтобы они знали об этом. Если перейти к деятельности войск правопорядка национальной гвардии Республики Астан, то оно начинается после 25 дней приобретения нами независимости. То есть 10 января 1992 года были созданы внутренние войска, ныне национальная гвардия. В 2014 году, 21 апреля, мы были реорганизованы в национальную гвардию Республики Астан. Мы выполняем задачи по охране общественного порядка ежедневно во всех городах, областных центрах, городах республиканского значения. У нас воины несут службу по охране общественного порядка, обеспечиваем общественно-политические мероприятия, которые проводятся во всех регионах страны, даже в масштабе республики. Охраняем исправительные учреждения, особо важные государственные объекты, несем службу на важных государственных объектах. То есть ежедневно каждый военнослужащий национальной гвардии выполняет задачи, возложенные над законом Республики Астан. Ведь национальная гвардия Республики Астан входит в единую систему органов внутренних дел и предназначена для защиты общества, личности и государства от преступных и иных противоправных посягательств. Охраняя тишину и покой граждан, военнослужащие национальные гвардии нередко ежедневно сталкиваются с преступниками, можно сказать, на улицах нашей страны. Ежедневно находят людей, детей, спасают. И тому пример более 150 военнослужащих, начиная с образования национальной, более 150 военнослужащих, не только офицеров, но и солдат срочной службы, имеют награждены правительственными и государственными наградами Республики Казахстан. Сейчас в преддверии праздника 7 мая, Великого Дня Победы, в городе Астана будет проводиться всеармейское совещание. И данные люди будут присутствовать на нем. Это, я еще раз подчеркиваю, не только офицеры, командиры, но и даже военнослужащие срочной службы, которые проходили срочную воинскую службу. И примеров таких очень много. К примеру, при выполнении служебно-боевых задач, природного, техногенного, социального характера, всегда в первую очередь части национальной гвардии находятся в боевой готовности и всегда выезжают первыми на место выполнения служебно-боевой задачи. Крайний пример давайте проведем, например, январь 2022 года, который проходил во всех регионах Республики Казахстан. Части воины национальной гвардии прибыли первыми для охраны важных государственных объектов, стратегических объектов Республики Казахстан. То есть несли службу по охране общественного порядка, обеспечивали правопорядок со всеми другими военнослужащими, других силовых структур, ведомствами. Но хочу подчеркнуть этот момент, что воины национальные одни из первых всегда пребывают на место выполнения своей служебно-боевой задачи. Если перейти к нашему учебному заведению Академии национальной гвардии, Академия национальной гвардии была сформирована постановлением правительства 18 марта 1997 года. И когда президент Республики Казахстан на тот момент, Набсултан Абишевич Назарбаев, принял в своем выступлении, когда вручал боевое знамя воинской части нашему учебному заведению, он обратил внимание, обученные и воспитанные в суровых северно-климатических условиях курсанты получают настоящую армейскую закалку и достойно пополнят офицерский корпус войск правопорядка. Сейчас на данный момент более 4000 выпускников военного училища, которое было в 1997 году, в 2009 году она была преобразована в Институт национальной гвардии. Сейчас в феврале 2022 года был преорганизован в Академию национальной гвардии и выпускники более 4000 несут службу на руководящих должностях полков, воинских частей, бригад, соединений и даже региональных командований, главных командований национальной гвардии. То есть тот потенциал, который используется, используется очень хорошо. И не только мы готовим выпускников для национальной гвардии, внутренних войск, в Министерстве обороны Республики Астан, в Министерствах внутренних дел, в Погранслужбе, Комитета национальной безопасности, везде очень много тех военнослужащих, которым дало начало. Это наше учебное заведение в городе Петропавловск, Академия национальной гвардии. На данный момент мы готовим после реорганизации преобразования в Академию национальной гвардии, с этого года будем готовить офицеров, прослуживших в войсках, с послевузовским образованием. Будет в июне месяце, в июле месяце будет набор на поступление в Академию, то есть с послевузовским образованием, магистратуру. Далее у нас набор в этом году, вообще набор курсантов. Отличительной особенностью вуза является то, что это единственное военно-учебное заведение, созданное для выполнения специфических задач в сфере внутренней безопасности государства. В настоящее время на БАТе Академии осуществляется подготовка офицеров по 8 специальностям и ведется обучение на 9 кафедрах. Профессорско-преподавательский состав Академии продолжает совершенствовать учебный процесс подготовки будущих офицеров в условиях кредитной технологии обучения с учетом политической обстановки в стране и в мире, которые вносят определенные коррективы в систему подготовки офицеров для воспитания войск. Ежеводно офицеры и преподаватели Академии национальной гвардии выполняют воинскую стажировку, то есть связь с войсками, она проходит на постоянной основе. С 2002 года в Академии функционирует факультет послевузовского образования, то есть дополнительного образования. Военнослужащие войск проходят обучение не только нашей военнослужащей национальной гвардии, но и сотрудники Министерства внутренних дел и других силовых структур, то есть определенные месячные и дельные курсы. В Академии действуют ученый совет, учебно-методический и научно-технический совет, проводится очень постоянная связь с другими вузами страны, проводятся семинары различного международного характера. Здесь большое внимание уделяется подготовке научных и научно-педагогических кадров. Ежеводно преподаватели пополняются выпускниками высших военных заведений по программам магистратуры и докторантуры. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Академия национальной гвардии вносит большой вклад в выполнение возложенных задач на национальную гвардию в целом. В честь Дня защитника Отечества и Дня Победы сердечно поздравляю всех с праздником, кто носит погоны на плечах, для кого защита Отечества является признанием и профессией, выбранная по зову сердца. Всех ветеранов, всех лиц, которые причастны к этому празднику, я поздравляю, желаю всем счастья, здоровья, мира и добра.